МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нам очень важно, чтобы основные главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области во-первых, приняли участие в обсуждении каждой по своему направлению и сформировали наиболее оптимальные мероприятия для своих направлений в каждом проекте. Одним из важнейших вопросов является кадровое обеспечение медицинских учреждений. Так или иначе, от его реализации зависит выполнение каждого отдельного проекта. И задача исключается не только в улучшении условий труда специалистов, но и повышении их статуса. Нам нужно повысить статус, нам нужно повысить ответственность, нам нужно повысить стимуляцию работы внештатных специалистов в области здравоохранения. Я должен, как и я вижу, хочу создать таких из вас отраслевых генералов, отраслевых самых уважаемых людей. Ну а для этого, так сказать, под вас сделать такие профильные, такие медицинские, ну, может быть, даже исследовательские центры. Центры займутся изучением и внедрением лучших практик в сфере здравоохранения. Среди других инициатив губернатора – возвращение к системе районных отделов здравоохранения. По словам Сергея Морозова, главные врачи райбольниц не справляются с руководством здравоохранения муниципалитета. Кроме того, губернатор объявил о создании институционного центра в отрасли. Он будет сообщать информацию о состоянии здравоохранения и всех проблемных местах. Медики тоже обратились со своими предложениями. Они касались работы различных направлений отрасли и лечебных учреждений. Предложений у нас очень много по развитию автоматологической помощи. Конечно, это связано в первую очередь с финансируемостью, с увеличением количества законченных случаев по программе обязательного медицинского страхования. Очень хотелось бы получить больше квот на высокотехнологичную помощь, потому что это совершенно другое финансирование. Но, естественно, нам бы хотелось расшириться, то есть увеличить еще, сделать еще один операционный зал. Еще несколько лет назад ульямцы ездили в другие регионы, чтобы получить квалифицированную помощь офтальмологов. Сейчас положение в корне изменилось. Ежегодно через отделение проходит более 30 тысяч пациентов. Шести тысячам из них делают операции на самом современном оборудовании. И совершенно бесплатно. Уход здесь, я бы сказал, очень хороший. Намного лучше, чем в наших районных поликлиниках. Врачи очень хорошие, очень хорошие специалисты, потому что я ездил по направлению в Москву, в Институт Гильмин-Гольца. То есть мне там ничего нового не сказали, ничего нового не посоветовали. В принципе, наши врачи все могут. Общая сумма средств, которые направят для реализации нацпроектов в стране, превышает триллион рублей. Ульяновская область поучаствует в семи из восьми проектов. Предложение уже отправлено в федеральный центр и ждут своего утверждения. Егор Титов, Руслан Баталов. Новости дня. Ульяновская правда.